В этом году в Уральске будут отремонтированы 23 двора. Последний раз деньги на обустройство придомовых территорий выделялись 4 года назад. Как отметили городские коммунальщики, в областном центре нуждаются в ремонте более 150 дворов. Роман Копняев о предстоящих планах на ремонт. Двор по улице Ихсанова, 72, дробь 1. Здесь проводят работы подрядная организация. Как отметили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, двор отремонтируют на сумму в 14 миллионов тенге. Сейчас рабочие укладывают бордюры и асфальтируют подъездные пути и тротуары. Общая сумма, выделенная на благоустройство дворовых территорий в текущем году, составляет 370 миллионов тенге. При производстве работ будут выполнены работы по устройству подъездных путей, асфальтированию самой дворовой территории, по необходимости устройства освещения дворовых территорий и установка детских игровых площадок, которые отвечают как строительным, так и санитарным экологическим требованиям. Подрядчики отмечают, что из-за конкурсных процедур работы были начаты немного позже, чем предполагалось. Но сейчас, пока стоит тёплая погода, работа ведётся до темна, чтобы успеть до осенней распутицы. В полном упадке был двор. Вы видите сами, запущено всё. Давно не благоустраивалось. Видать, деньги не выделялись. Видимо, вот сейчас наступила очередь. Уже будет двор выглядеть по-другому. Всё будет благоустроено. Уложен асфальт, бордюры. Кроме этого двора что ещё? Кроме этого двора, наше ТО «Ремстроебыт» мы будем ещё благоустроивать. Три двора. И детские площадки, два дворах. Это по улице Скоробогатого и по улице Аманжолова. И сквер в районе моста Омега. Сейчас в городе более 150 дворов нуждаются в ремонте. Жители Уральска считают это одной из основных проблем областного центра. Лет 20 здесь ремонта не было почти. Это все свидетели тут, которые жильцы живут здесь. Много детей живёт? Да, много детей здесь живут. Они все вот, вот, даже детей, вот, внуков. Мы даже водили, даже в другой двор. Там всякие преграды. Бывает здесь вот лужи, болота здесь вот. Конечно, спасибо местным акиматам, областным, что это всё для народа, что они благоустраивают дворы и всё. Подрядчикам на выполнение работ по благоустройству дворов отведено два месяца. Роман Копняев, Айбула Джигапар, Александр Грабрев, ТДК-42.